Всем привет! Сегодня обзор очередной цифровой телевизионной приставки, но приставка не совсем обычная, я бы сказал. Чего только не встретиться в магазинах. Как видите, это приставка OpenBox Gold называется, модель M8. Написано 2020 год, DVB-T500C, то есть приставка эфирно-кабельная, 5K, Ultra HD, да, еще и 7D. То есть, ну просто крутизна. Все, что знают, все это написали на коробке. Даже если на торец коробки посмотреть, то здесь можно увидеть, что это корейские технологии. Совершенно крутая вещь. Надо брать срочно, да. Вот. Ну, тем не менее, вот оно есть, и как ни странно, вот при таком исполнении, как говорится, бюджетном совершенно, самое красивое, что здесь есть в комплектации, это коробка. Вот. Но оно работает, и я вам это покажу. Ну, а сначала немножко внешний вид приставки. То есть, имеются кнопки управления полные, да, есть индикатор здесь за стеклышком. Особое внимание на тыльную сторону. На тыльной стороне два ряда RCA разъемов, которые запараллелены. Есть, ну, кстати, у брендов-то такое не встречается, у тех, у других, которые у нас были приставки. Есть HDMI, аудио-видео выход. Как видите, есть антенный вход и сквозной антенный выход. Ну, и на тыльной стороне тоже присутствует USB разъем. Обычно такие вот, я бы сказал, левые приставки, да, у них сетевой кабель очень короткий. А здесь, ну, не зря, наверное, Gold, потому что сетевой кабель нормальной длины. Вот. На чем это хозяйство собрано, неизвестно, поскольку никакой информации по поводу процессоров-тюнеров не содержится. Но, тем не менее, вы убедитесь, что менюшка такая же, как и у более распространенных, более раскрученных, наверное, приставок. Вот. Пульт дистанционного управления тоже стандартный, по конфигурации напоминает универсальный пульт для цифровых приставок. Единственное, что не отмаркированы вот эти вот две кнопки, которые неизвестно, чем занимаются, но, по крайней мере, они тут присутствуют. Вот. Инструкция. Инструкция такая довольно стрёмная. Выглядит она просто... Просто... Это просто картинки. Короче, тут два листика картинок. Ну, а теперь давайте все-таки подключим все это хозяйство такое необычное к телевизору и посмотрим, что ж такое из себя представляет 5К 7Д OpenBox. Вот. Я подключил приставку к телевизору. Включаем. О, супер заставочка. Сонариптик ТВ, оказывается, вот что это такое, а не какой-то OpenBox, хоть он и Gold. Сейчас я нажму кнопочку «Выход». Как видите, здесь меню начальной установки выполнено довольно в таком, в похожем на других виде. Единственное, что отличает, допустим, от той же там селенгии, это что есть пункт питания антенны прямо здесь, на начальной установке, что очень удобно. Если используется активная антенна, то сразу же можно включить питание этой активной антенны. Запускаю автопоиск. Нахожусь я в Санкт-Петербурге. Соответственно, найдется 20 телевизионных каналов и 3 цифровых радиостанции. Каналы разбиты на два пакета, на два мультиплекса. То есть, вообще, телевизионная цифровая приставка, вот в том виде, в котором она в данном случае используется, на обычную комнатную антенну, она может показывать либо 10 каналов, либо 20, либо вообще ничего. То есть, не бывает такого, чтобы она показала там один канал, два канала, или там рябила что-то. В цифре этого нет. Передается пакетами. Соответственно, в пакете 10 каналов. Первый пакет она нашла. Вот видите, цифровая радиостанция присутствует, поскольку в составе пакетов может передаваться дополнительная информация. В данном случае это радиостанция, плюс еще телетекст, плюс еще сигналы синхронизации времени. То есть, на приставке имеется индикатор. Этот индикатор показывает либо текущий, либо номер канала в рабочем режиме, либо время. И время не надо ничего выставлять, оно корректируется по эфирному сигналу. Вот она нашла 20 телевизионных каналов. Сейчас я нажму кнопку «Выход», чтобы просто без толку не ждать. Все равно она их уже запомнила. И перейдет к трансляции канала под первым логическим номером. Сейчас я отсюда... Я сейчас отсюда уйду. Отсюда уйду. Просто ради того, что это... Россия 24 – это канал, к которому YouTube не придирается. Что там нарушение авторских прав и прочее. Вот. В принципе, все как и везде. То есть, можно нажать кнопочку «Инфо» и посмотреть информацию о сигнале. Видите, шкалы уровень качества. При нормальном приеме уровень всегда голубого вот такого цвета. Если он янтарного цвета, желтого, то, соответственно, все плохо. И шкала качества в этом случае будет отсутствовать. И будет заполнена вот эта нижняя шкала, которая сейчас пустая. Это шкала ошибок. Вот. Для нормальной работы шкала качества должна быть заполнена больше, чем наполовину. Далее идут анонс. Анонс, текущий, следующий, краткий, следующий передачи. Можно переключаться кнопочкой с телевидения на радио. Вот. Можно включить электронную программу передач. ТВ-гид она здесь называется. В случае использования USB-накопителя я его сейчас специально не стал подключать. Просто без USB-шной флешки. У меня сейчас просто подключен Wi-Fi адаптер. Вот. Потом узнаете почему. Если бы был USB-накопитель, то можно было заставить приставку... Ну, давайте попробуем сейчас таймеры, вот эту зеленую кнопку нажать. Вот. Можно добавить так называемое событие, то есть планировщик. Можно включить запись. Допустим, однократная, ежедневная и по дням недели. Какое-то число, если это однократно, время начала записи, длительность записи и канал. Что это такое? Ну, просто, допустим, есть какая-то передача, которую вы хотите посмотреть, но вы, например, отсутствуете. Во время, как бы, когда идет эта передача. Вот вы можете завести этот видеомагнитофон, так называемый персональный. И ресивер без вашего присутствия включится в заданное время, запишет передачу и выключится. Очень удобно. Вот. Телетекст. Ну, на данном канале телетекст не передается. Также скрытые субтитры. Это все, как и у всех приставок. Если вы интересовались цифровыми приставками... Так, эта кнопка у нас фавориты. И эта кнопка у нас тоже работает. Две верхние кнопки, которые не отмаркированы, они нормально работают. То есть, это одна кнопка избранная. Вернее, да. Медиа, другая, эти самые. Субтитры, короче. Все это есть. Теперь, что из интересного в этих приставках? Во всех новых приставках, и в этом в том числе, вот у него вся коробка исписана, что IPTV, MIGUGO, YouTube, Wi-Fi и так далее. Сейчас мы нажмем кнопку меню и увидим, что мы такое меню, такую структуру меню уже видели во многих приставках. То есть, первый это редактор каналов. Здесь он не запаролен. Пожалуйста, можете зайти в этот редактор. И видите, вот цветные кнопки на пульте управления внизу экрана. Смотрите, переместить, пропустить, блокировать, удалить и инфу эта группа. Переименовать можно фавориты в избранное и так далее. То есть, сортировку можно делать каналов и группировать их, допустим, по жанрам каким-то. Для 20 эфирных это не актуально. Если бы это были кабельные каналы там, то это уже актуально. И напомню, приставка эфирно-кабельная. Она может принимать открытые эфирные и кабельные каналы. То есть, все очень удобно. Ну, это ТВ-гид. Это та же самая программа, в которой мы попадали нажатием просто-напросто кнопки EPG на пульте дистанционного управления. Автонумерация. Ну, здесь, кстати, сортировка по частоте, по сервису, по названию каналов. По автонумерации этой самой логическому номеру канала. И вот эта вот автонумерация здесь изначально выключена. Это, кстати, очень здорово. Почему? Потому что, если вы хотите сортировать каналы, то вот этот пункт их надо обязательно выключить. Иначе оно будет автоматически сортироваться. Следующий раздел. Изображение. В принципе, все понятно. Если приставка подключена RCA разъемами, которые идут в комплекте, то, как бы, данные параметры ни на что не влияют. Изменение данных параметров. Там разрешение экрана. Это все ерунда. А вот если HDMI, то да, будет действовать. Настройка меню. Здесь называется вот такой пунктик. Ну, это прозрачность. Видите, меняется прозрачность менюшки. Вот. Настройка дисплея. Яркость дисплея на передней панели, которая находится. Средняя стоит изначально. Можно поставить низкую. И информация на дисплее. То есть, это будет либо номер канала, когда оно работает, либо время. Оставляем все как есть. Ну, и низкую яркость. Так, сейчас я отсюда выйду. Следующий пункт меню. Поиск. Диапазон поиска либо кабельные, либо эфирные. Оба диапазона позволяют как в автоматическом, так в ручном режиме. Они настраиваются. Тип поиска. Для кабельных лучше ставить только открытые каналы. Потому что кодированное она не может принять. Чтобы потом не удалять их вручную. Автопоиск увидели. Ручной поиск. Если сюда зайти. Поставить диапазон. Канал, на котором идет вещание в данном конкретном месте. Ну, у нас первый мультиплекс на частоте 35 канала. Второй мультиплекс на частоте 45 канала в Петербурге. Передается. Для любого конкретного места можно эти номера каналов узнать на сервисе карта.ртрс.рф. Туда зайти. Ввести свой населенный пункт. И там будет расклад по трансляторам. Куда чего направлять. И номера каналов, на которых они вещают. Страна так. Так, Россия. Питание антенны. Если активная антенна с 5-ти вольтовым питанием, то можно включить питание антенны. И оно будет работать усилитель без всяких дополнительных блоков питания. Следующий раздел «Время». Здесь, в принципе, регион «Время» – это понятно, оно все автоматом. Я уже об этом упоминал. Так. Это время в режиме ожидания. Если его выключить, то тогда будет просто в режиме ожидания «ОКВ» написано. Есть слеп таймер. Шаг у него 1 час. И от 1 и до 12 часов. Включить-выключить – это, по сути дела, таймер, который задает расписание включения и выключения приставки в какое-то определенное время. Выходим отсюда. Следующий раздел – это раздел «Настроек». Ну, как видите, здесь называются «Настройки», но, по сути, это языковые настройки. Раздел «Система». Здесь родительский контроль. Можно возрастной ценз задать. Видите, закрыто все паролем. Можно вернуться в заводские установки. То есть, все, что может изменить настройки приставки и корректную ее работу, здесь закрыто паролем. Информацию о системе ни о чем не обсказал. Поскольку даже сайта такого не найдете в интернете. Обновление программного обеспечения здесь осуществляется по USB, но его еще надо поискать, это программное обеспечение. И настройка сети, поскольку есть интернет-функции. Wi-Fi адаптер подключается. Вот. И теперь нужно нажать кнопочку «Ок» и ввести пароль для того, чтобы подключиться мне к нашей магазине Wi-Fi сети. Ну, вот я ввел пароль. Нажимаем «Сохранить». И должна приставка подключиться к сети магазина. Вот галочка появилась. Подключилось все. Уходим отсюда. Следующий раздел. Раздел USB. Как вы помните, я говорил, что я USB не подключал к приставке. Ну, сейчас подключу USB, чтобы было о чем говорить. Вот я подключил USB-накопитель к приставке. Вот он появился. Первый раздел. Мультимедиа. Это медиапроигрыватель. Приставка может воспроизводить файлы изображений. В режиме слайд-шоу может все это делаться. Может она музыкальные файлы воспроизводить. В принципе, любые MP3 файлы она воспроизводит. Может текстовые файлы. И что касается видеофайлов. Вот есть здесь видеопроигрыватель. Давайте вот этот запустим файлик. Мультик. Все хорошо. Со звуком. Как видели, это файл MP4. Нормальный. Я его быстро выключил, потому что иначе YouTube заорит, что это нарушение авторских прав. Теперь. Тяжелый файл, который проверочный я всегда ставлю. Это снятый камерой GoPro. Как видите, 1.4 гигабайта. 6-минутный ролик. Full HD разрешение. 60 кадров. Частота кадров у него. Все хорошо тоже воспроизводит. К слову сказать, кодек AC3 приставка тоже поддерживает. Ну и теперь вот, если кто-то видел более ранее ролики там по поводу новых процессоров, которые поддерживают кодек 265. Давайте просто запущу этот файл, попытаюсь. Вот он пишет. Не удается воспроизвести, потому что приставка не понимает 265 кодек. То есть здесь только аж 264. Ну, этого вполне достаточно, чтобы шикарно ее использовать как медиапроигрыватель. Да, наверняка попадутся файлы, которые работать не будут. Но что ожидать? Вот приставки стоимостью чуть больше 1000 рублей или меньше. Интернетовские заготовки здесь стандартные. Погода. На первом месте Джакарта, Индонезия. Все хорошо. В Джакарте 29 градусов. И погода работает. YouTube приложение. YouTube приложение здесь тоже работает. До поры до времени. Но, однако, тоже есть настройки, с помощью которых можно исправить YouTube, когда он перестанет работать. А перестанет работать он обязательно, потому что сервера обновляются у них раз в 90 дней. Идет обновление всяких прочих, API-кейт и так далее. Как это исправляется, в интернете найдете. Либо на сайте Селлинга есть, допустим, форум. Там это все тоже описано. Ленты новостей. Новости тоже все корректно работают. По крайней мере, те, которые здесь записаны. Выходим отсюда. Это мы пока пропускаем. Сталкеры. Вот пихают они эти всякие сталкеры везде. Ну, не работает это. Здесь мало настроек. Здесь не допилены они во всех этих прошивках, которые вот из нуля стоят. Вот они допилены. Даже, ладно, с этого. Это опенбокс, как говорится. Неизвестный науке зверь. Кто его делает, тоже неизвестно. Ну, как китайцы делают, конечно. Адрес производителя здесь указан. Ну, в общем-то, кто программное обеспечение делает, неизвестно точно. А вот есть же там, допустим, Селлинга, Волтвижн. Ну, им бы допилить вот эти вот сталкеры, экстримы, чтобы они хоть работали. А то они толкают их туда, а работать оно не работает. И спорят, кто из них там круче. Девки спорили на даче. Так, ну, фильмы это Мегуго. Вот у нас есть, ну, давайте вот эту Медуя, как запустим. Видите, написано, видео платное. Соответственно, идем выше. Бесплатное видео запустится. Здесь вот без проблем, все поехало. Следующее, что здесь присутствует, есть Кинолив. Фик вам называется. Жанр, кнопочка меню. Ничего оно не работает. Кинотеатр Иви. Результат такой же. Просто пишет обновление, и результата нет. Меняется только, видите, жанр внизу. Мультфильм. Мультфиль. Мультфиль. Мультфиль тоже не работает. Вот. С этим все понятно. И теперь, то, что я оставил напоследок, это, видите, IPTV. IPTV здесь, ну, я бы так сказал, он недопиленный. Он недоточенный. IPTV. То есть, им можно пользоваться не совсем комфортно, но работает. Именно работает хорошо, но комфортного использования, там, всякие, в плане удалить плейлист, там, еще там, что-то. Этого здесь как бы отсутствует. Но зато, вот, смотрите. Я вынимаю свой флеш-накопитель для чистоты, как говорится, эксперимента. Я вынимаю свой флеш-накопитель, на котором у меня там IP-листы и прочее. Загрузить список каналов. Нажимаю загрузить список каналов. Он мне пишет, ставьте USB-устройство. Но когда я включаю облако, то он куда-то обращается там и загружает мне плейлист. Причем без всякой флешки, безо всего. Он сам куда-то там поехал. Прошивка его, и он загружает плейлист. Причем, смотрите, я включаю последнее обновление от 3-го, 9-го, 20-го. Ну, на первом месте стоит HD, видите, HD-медиа, 3D-изображение. Ну, очки надо, чтобы его в 3D совместить. Ну, это круто. И дальше, смотрите, 655 каналов. Большинство этих каналов работает. Подавляющее причем большинство, я бы сказал. Из этих всех каналов не работает там, ну, дай бог, десяток. Все остальное поливает, как из пулемета. Причем работают даже HD-каналы. То есть, вообще, для меня вот загадка, что не надо абсолютно искать никакой это самое, там, плейлист там в интернете, а просто можно вот эту вот приставку подключить. Ну, да, здесь как бы ничего выдающегося нет среди этих каналов, но они работают. По крайней мере, получить представление, что такое IPTV, как оно работает, и стоит ли, допустим, покупать какой-нибудь платный плейлист, или можно пользоваться все время вот этими вот халявными бесплатными, постоянно их обновляя. А здесь, видели, даже он самообновляемый. То есть, он просто фигак и загрузился туда. Вот это интересно. Вот, видите, тоже работает. И другие каналы там работают. То есть, настолько все неожиданно, что оно взяло куда-то, куда-то обратилось и самообновилось. В общем-то, ну, не ожидал я от такого опенбокса такую штучку. Так что вот, ну, наверное, это все, что я хотел рассказать вам об этой приставке. Добавить еще сейчас, секунду, добавить, добавить, добавить. Вот он, этот плейлист. Вот он, этот плейлист. Вот мы туда в плейлист этот зашли. И, видите, нет никакой менюшки, чтобы отсюда убрать. Если вы загрузите его, допустим, какой-нибудь с флешки еще один плейлист, он добавится к этому, еще один, он добавится к этому. Но почистить их можно будет только когда вы зайдете в менюшку и сделаете сброс до заводских установок, а потом все, назад это все вернете. Вот так только я добился удаления этого плейлиста. Причем тоже, я думал, откуда. У меня была и флешка включена, и Wi-Fi адаптер подключен. А потом уже просто убрал флешку и смотрю, что у меня плейлист торчит там. Так что вот, интересно. На этом все. Жителей города Санкт-Петербург и его ближайших пригородов приглашаю посетить наш магазин. Находится он на Иремском проспекте, работает каждый день. То, что вы видите в обзорах в магазине, присутствует. Можете подъехать, посмотреть, познакомиться вживую, как говорится. Всех остальных приглашаю подписываться на наш видеоканал. Заходите к нам на сайт. До свидания. До новых встреч.